Сегодня рассмотрим один из важных вариантов шагистики. Это разрыв дистанции при попытке противника войти в ключ или вообще сблизиться. То, что мы делали раньше, это из фронтальной позиции от шаг назад, от шаг назад в сторону и закручиваем. Сейчас мы рассмотрим это из фронтальной позиции спарринговой, которая чаще всего происходит. То есть противник с нами сближается, мы его останавливаем, разрываем дистанцию. Важный момент. Остановка происходит на долю секунду раньше, чем вы поднимаете ногу. То есть фактически вы создаете опору на противнике и потом уходите от него. Дальше. Не через верх, не поднимаясь на носке, а как бы соскальзывая оседая. Задняя нога задает нам направление. Таким образом, мы получаем пять вариантов. Назад. В данном случае назад справа. Назад влево. Если мы чуть раньше распознали атаку, мы можем сделать шаг в сторону и скользнуть. И, соответственно, если есть возможность, сделаем в другую сторону шаг и скользнуть в сторону. То есть относительно противника. Опора. Разрыв дистанции. Подтянули переднюю ногу. Важный момент при уходе, в данном случае, влево. Я шагаю не носком, а пяткой. Таким образом, это заставит повернуться все тело. Ступени для освоения этих элементов. Начнем с условно-рукопажного варианта. Потому что с пустыми руками будет ровно то же самое, разве что там добавится укол второй рукой. Итак, вариант номер раз. Чтобы мы чувствовали опору. Либо мешок, либо партнер стоит с целью. Мы из этого положения разорвали дистанцию. Вторая ступень. Партнер делает шаг на нас. Наша задача не коснуться его. А именно остановить. Это важный момент. Итак. И разрываем дистанцию. Продолжаем усложнять. Третья ступень. Теперь партнер постоянно нас поддавливает. То есть мы должны будем его держать на дистанции. И маневрировать. Опять же. Задняя нога нас будет уводить. Не впереди. Следующим образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...